привет друзья с вами лилуш сергей панин и я приглашаю вас на наш первый коллаб нашему миру нашему проекту над которым я работал последнее количество даже не неделя месяцев это называется проект хронос и сегодня я стартую официальный старт нашего проекта продлится о первые наши траться проекта продлится то где-то рождества нового года после этого будет сделаны первые выводы и мы посмотрим продолжим ли мы проект и кто ходит на стримы знают о чем это и собственно мы будем делать наш маленький прототип игры в первую очередь который в первую очередь сфокусируется на визуально перед тем как мы продолжим поясню почему слайда бы снова будет на английском потому что я хочу создать для себя хороший template на основе этого проекта поэтому я буду все переводить но изначальный бриф будет на английском но поскольку это бриф должен пониматься на любом языке по сути я буду все пояснять и надеюсь это будет все равно понятно что мы с вами делаем мы с вами делаем о приключения от третьего лица в уникальном steam панков скам мире это должен быть именно экспириенс опыт игрока то есть мы можем себе позволить что не будет каких-то механик и так далее сможем мы их добавить отлично не сможем это не так принципиально а наш мир существует поделенный между различными синдикатами которые полностью поделили этот мир и наше визуальное представление об этом мире из-за этого изменилось синдикаты ненавидят друг друга но они не вступают в открытую инфронтацию поскольку это может привести к некоторые точки после которой они не смогут вернуться то есть паритет между всеми сторонами холодная война но на уровне steam панковского мира наш мир основан на викторианской эстетики которую мы пытаемся возвести просто в абсолют мы пытаемся эту викторианскую стилистику выкрутить на максималке и сделать этот мир вот просто кричащим и запоминающимся некоторые технологии в этом мире настолько продвинуты и отлично от того что мы видим сейчас что они ощущаются как магия каждый синдикат который мы будем показывать в нашем experience и в нашем опыте я не хочу называть этой игрой имеет свою собственную специализацию и вокруг этого мы будем крутить некоторые стилистический образ этой фракции по сюжету который у нас будет мы представляем этот мир как специальный агент который действует в чужом синдикате в чужом городе в качестве шпиона и вокруг этого разворачивается наше приключение поскольку мы все тут художники в большинстве своем то наша первичная цель это показывать а не рассказывать то есть функционал всего что мы видим надо выкручивать на максимум все должно кричать о том что она делает минимумом пояснений поэтому увеличенные формы но при этом всем материалы у нас реалистичные пропорции у нас реалистичные у нас нереалистичными мы пытаемся сделать что-то прикольное но существовать в рамках реализма гиперреализма в нашем проекте а давайте сначала определимся что такое стимпанк в нашем понимании и один из первых стимпанков который упоминается в кинематографе этом метрополия если правильно помню и собственно стимпанк это викторианская научная фантастика того как люди тогда видели мир да то есть мне кажется очень важно что стимпанк сформировался по сути чуть ли не в конце 19 начале 20 века это надо понимать что это люди довольно давние от нас эпохи представляли как будет выглядеть будущее то есть что например такое реттофутуризм который мы видим это как люди буквально 50 лет назад представляли будущее а мы же заглядываем еще больше назад и представляем как бы люди тогда представляли будущее каким она будет сейчас и и надо понимать что стимпанк он развился он существует очень разные его начинают путать либо смешивать что есть например биопанк когда начинают смешивать человеческо инженерные технологии есть клок панк основанный на часах когда куча шестеренок куча механизмов и так далее и существует дизель банк который использует эстетику привилеченной формы но используют например дизельные двигатели огромные массы старые вот эти вычурные формы но предполагается что есть бензин у нас бензина а для понимания где мы находимся поскольку даже в рамках стимпанка может мир быть очень разный слева я расположил тяжелый такой стимпанк механизированный тяжелые тяжелые массы когда справа легкие элегантные и то и то две крайности обе крайности нереалистичные и собственно слева направо это машинариум frozen панк дальше сейф передание дальше если это себе и дальше у нас идет значительно ближе к тому что мы хотим то есть вот собственно игры на которые мы будем репаться это ассасин скринт синдикат ордер 1886 дизонард аркейн и после этого bioshock в самой крайности то есть bioshock для слишком фантастичны слишком легкий аркейн близко но там есть магия слишком ярко выражена тем не менее там есть круто эстетика дизонард ордер довольно близко к тому что мы хотим мы чуть-чуть хотим чуть-чуть это более интересно чуть чуть менее приземленно потому что ордер . той те кто знает мне давно я очень его люблю но он слишком приземленно и хочется немножечко это развить в каких-то вещах и очень важно понимать во время работы над проектом наши художественные столбы то есть art pillars это термин используешься в артовом дирекшене для того чтобы сказать что вот эти постулаты это то на чем базируется наш мир и наш мир будет базироваться на трех правилах это эстетика это машинерия и эта технология и поэтому наш мир мы охарактеризуем как нео викторианский футуризм то есть потому что мы используем есть такой понятий как на викторианство мы обсудили что стимпанк это футуризм и соответственно представьте что у нас осталась великая британская империя которая возвела викторианский стиль викторианский стиль на него сейчас тоже ссылаются представьте викторианский стиль в современном переосмыслении и добавьте к этому нотку рэкер футуризма и это то что получится в нашем проекте а эстетика да я очень люблю эстетику это видно в моих работах эстетика это что-то очень эфемерное не всегда это можно описать и тут я привел различные виды эстетики что например слева это то что вписывается в наш мир человек вот этот в костюме просто шедевральные да у него есть это жилетка все очень стильно очень эстетично моё радио которое тоже старается использовать довольно много паттернов довольно тяжелое но тем не менее стараюсь работать с этими паттернами чтобы они не перегружали и концепт художника из apple сейчас уже да то есть тоже есть вот это вот стиль и соответственно справа например женщина очень стильно очень высокий уровень эстетики но это другая эстетика это не та эстетика которая нам нужна то же самое с этой и а изгенерированные картинка и кофе-машины я постарался практически исключить любые и и в нашем обсуждении но иногда она будет встречаться прошу меня простить да то есть эстетика перегрузки да то есть есть машинерия есть подход к эстетике когда вы перегружаете перегружайте визуальным шумом это не то что мы хотим у нас не должно быть визуально сложные паттерны но никогда не должно сваливаться в хаос да то есть поэтому когда вы работ и снизу эта локация который сделан в стиле стимпанк очень часто я вижу такой стимпанк но эта логика слишком случайно я давние нет логики стимпанк логичен стимпанк и ведет логику да то есть это отсутствие логики может быть в украшениях но даже в отсутствие логики в украшениях есть своя логика потому что логика украшения в том что показать богатство показать стиль да и эстетика это то что мы будем стремиться до наш мир эстетичный а наш мир базируется на машинере и на механизмах и мы хотим показать некоторую любовь к механизмам когда будем этим работать и слева я привел хороший пример механизмов а справа привел не такие хорошие примеры механизмов например трактор современный он слишком простой он слишком простого на неинтересный чистой формы но на крайности с этом снизу есть турбина которая слишком комплексная она слишком сложно слишком много визуального шума до много проводов много грязи много всего сложно понять сложно прочитать форму и чуть ниже довольно красивая штука довольно близко к тому что мы бы хотели наверное я пока что себя выключу чтобы не заграждать картиночку да очень прикольно современный современная турбина на слишком современная да и соответственно слева увидите очень классные формы они довольно читаемые разные материалы поэтому они комплексные они не выглядят простыми поэтому мы переходим к последнему постулата эта технология как мы сказали современная технология неотличима от магии и этот мир ровно также действует этой логикой что мы хотим показывать что-то технологичное если мы мы хотим хоть хотим показать радио мы можем мы можем показать компьютеры мы можем показать какие-то сложные устройства но мы не должны уходить слишком ретро стиль да он выглядит нелепо он противоречит логике эстетики про которую мы говорили мы не хотим показывать примитивные механизмы мы хотим создавать вот эту визуальную сложность потому что мы не хотим создавать классический стимпан когда налепили форму на форму это выглядит неприкольно но и мы не хотим брать какой-нибудь современный ноутбук и просто делать в дереве в дереве и бронзе и говорит что это что-то современное технология должна чувствоваться она должна чувствоваться в элементах в пропорции этих элементов как они относятся к друг другу как они составлены и так далее да соответственно это наших три главных постулата в мире и в любой проект любой элемент этого будем в этом проект сделать надо задавать этот в является ли этот элемент эстетичным является ли этот элемент технологичным и если в этом элементе элементы машины очень сложно работать над миром если ему не задать какой-то стиль какую-то историю и историю соответственно я задал для этого мира и собственно постараемся эту историю рассказать с вами в этом проекте а еще раз извиняюсь пока что это генеральные логотипы но потом я это переработаю когда будет наверно ревизия art direction а 20 потому что сейчас мы начнете присоединяться к проекту и мы будем постепенно изменять идею улучшать идеи поэтому возможно что-то изменится на данный момент мы вводим три синдиката как я сказал мир поделен между тремя синдикатами и каждый из синдикатов является фракцией которую мы представляем это ironclad лига когуилл конфедерация и вольт-фордж объединения соответственно каждый из этих стилей позволяет нам сфокусироваться на нем в рамках дизайна то есть штатку ironclad лига это это история про железнодорожные поезда это железнодорожные эта тема про пар про поезда про уголь про мощь это профессионалы такие рыбе рыбе работяги такие солидными механизмами они любят механизмы любят огромные механизмы они очень сильные брутальные и это первая лига с которой мы будем знакомить человека который будет знакомиться с нашим проектом что такое он вид когуилл конфедерация на данный момент мы над ней не работаем она будет просто как существовать как намек потому что ну если мы сейчас попытаемся все показать картинки это будет перегруз мы фокусируемся сейчас на ironclad лиги но конфедерация это эстетика часов clock панк не в полной мере но например если мы захотим каких-то роботов в стиле стимпанка автоматоны это все ребята когуилл они делают машины они делают самые технологичные штуки автоматизация стимпанковский вот механизмы такие дикие это все делают они и вольфрош юнион это немножко эстетика арт-деко то есть стимпанк ярдеко и это единственная единственное фактра котором в этом мире обладает прототативным электричеством то есть если остальные могут делать электричество но но они не умеют они не имеют делать это в малых формах то вольфрош юнион это соответственно специализация на первом электричестве у них есть радио у них есть беспроводные коммуникаторы у них есть простейший компьютеры электрические у них есть батареи и это единственный синдикат который умеет делать эти все маленькие вещи и это собственно представитель нашего агента который был попадать в мир таким образом агент представитель вольт фордж юнион будет участвовать в городе в ironclad лиги и вокруг этого будет строиться наша история это позволит нам героя выделить на фоне остальных и собственно взять такую самую интересную стилистику стимпанка и рассказать ее в нашем первом городе собственно ironclad лига цвет зеленый основная история и идея это стимпанковские механизмы и огромный фокус на остальных всяких балках и так далее и их девиз это сила вольт фордж юнион это технология advance как бы перевести это правильно продвинутость продвинутость их цвет желтый поэтому пока что желтый цвет мы стараемся в нашем мире не вводить и у них есть легкие арт-деку вайбы собственно единственный персонаж который нас сейчас будет это главный герой собственно главный герой и персонажей и мир и оружие в этом мире на данный момент наш агент это женский персонаж как вы видите слева и если вы хотите представить кого мы делаем мы делаем агента 007 в женском варианте я привел ряд эквивалентов то есть это может быть персонаж из kingsman по философии да то есть дизайн слева общий посыл справа то есть персонаж у нас довольно одетый мы немножечко еще поговорим просто этап мира по персонажам это немножко позволит показать какой уровень машинерии и технологии может быть я угу метики на персонажи но это персонаж очень спокойный он делает все сразу он perfection он и сделать все идеально хладнокровен берет приходит делает миссию уходят крутые парни и девушки не оборачиваются на взрывы это наш персонаж у которого потом появится история которая на данный момент у нас еще в работе собственно мир мир и люди в этом мире собственно они у нас разбиты и нашем мире степень аугметики напрямую пропорционально богатости то есть как я говорил очень технологичный мир неотличим от магии в нашем мире есть аугметика то есть у людей тут не так много машин но при этом они могут усилять себя с помощью механизмов и так далее и начнем с обычных жителей обычные жители используют дорогие прикольные стимпанковские костюмы как вы видите я старался использовать референсы не ворвеглазные то есть у нас идет такая отсылка на викторианство арт-деко арты почему не только викторианство потому что мы например позволяем себе короткие платья то есть это не такое что модемазель и так далее нет у нас более прогрессивный мир но тем не менее богатые узоры это демонстрация того что ты богатый наш мир богатый все базовые люди тут обладают довольно высоким степенем степенью дохода но есть и даже обычные работяги и как видите у нас даже обычные работяги это в данном случае я брал референс из острый козырьки да то есть и острый козырьки это референс на самых таких богатых полу бандитов полу рабочих которые добились успеха в нашем мире это обычные рабочие да то есть это такой образ рабочего в белой рубахе который может сделать да потому что мы потом вокруг этого сможем работать но на данный момент у нас будет скорее чистый персонажи но более убитая грязное окружение таким образом мы сможем сделать контраст дальше у нас есть богатые жители и специализированные писси которые дают какие то апгрейды как вы видите у этих персонажей появляются аугментации на руках на ногах на глаза все что мы можем придумать да то есть как только мы говорим про специализированных каких-то более ну они уже необычные ребята эти ребята необычные у них есть доступ к технологиям это могут быть продавцы например в нашем мире у них мы видим аугментации этих аугментаций немного аугментации дорогие но тем не менее они уже выходят за пределы того что мы видели когда-либо в нашей текущей жизни дальше войны синдиката войны синдиката базируются вокруг того что эти ребята делают черные дела они выполняют грязную работу и синдикат за это платят синдикат за это платит и за это дает им возможность использовать очень крутые аугментации аугментации у этих ребят есть они мы будем разрабатывать какой-то визуальный стиль мне кажется данный концерт который нашел он очень близко к тому что хочется да это мы можем брать какую-то стилистику военной формы двадцатого века о какой-нибудь австрии возможно юкей возможно франции надо смотреть и вокруг этого наворачивать какой-то а какую-то аугментацию плечи спина нога руки и вокруг этого мы будем выстраивать наших врагов с которым будем сталкиваться потому что база для нашего для нашей игры мы будем брать от третьего лица соответственно возможно это будет более шутерская история возможно менее шутерская мы посмотрим но тем не менее это наши враги и вокруг этого мы будем раскручиваться дальше агенты синдиката агенты синдиката это супер крутые парни и мы собственно играем за агента синдиката и они конечно накачанной пап это самые элитные ребята они не самые богатые у нас все еще есть боссы синдикатов и аристократия но это скажем так это верхушка того чего ты можешь добиться будучи обычным человеком ты безумно упор стал в своей цели ты работал на синдикат ты смог выйти в верхушке ты был когда-то обычным асиде кейт о варе вам но по прошествии времени ты стал лучшим из лучших и тебя наградили этими технологиями и соответственно каждый из наших агентов у нас будет основной агент как основной персонаж и возможно когда-нибудь у нас появятся антагонисты если у нас будет соответственно запрос то есть если вы например персонажник у вас есть какой-то очень крутая идея да то есть мы можем вокруг этого подумать или если вы гейм-дизайнер и хотите подумать то есть мы будем смотреть конечно хотелось бы представить мне кажется агенты синдикатов это самая вишенка на то на торте что мы могли бы сделать и есть определенные фракции которые мы не увидим но для вашего понимания это синдикатовские боссы и аристократия синдикатовские боссы это когда мы стимпанк технологии доводим до абсурда она уже нелепая она уже практически в биотех уходит возможно даже биотех да эти люди они настолько богаты они настолько обладают властью что вокруг своего стиля смогли себя настолько накачать аугментациями что от них не осталось уже почти ничего человеческого и аристократия аристократия это не бурлеск но это полный бред скажем тогда то есть представьте если мы возьмем стимпанков скую стилистику и возведем ее в какой-то такой реверс мы сделаем ее нелепой да то есть например девушка в платье но при этом с огромным механизмом на голове или вокруг этого можно было бы подумать но аристократия она такая практически как из алисы в стране чудес как красная королева я думаю это представьте что-то вот в этом направлении мне кажется аристократия в этом мире есть они обладают властью потому что несмотря что синдикат все поделили между собой они не являются представителями своих государств но соответственно это все одобрено той самой аристократии которая считает всех ниже себя оружие оружие пока что концептов я не делал но я думаю основной стилистик вы увидите то есть это очень показ технологии определенный набор материалов которые мы используем опять-таки много эстетики много интересных механизмов мы можем играть с паром мы можем играть с какими-то необычными штуками с каким-то необычным калибром очень эстетичное оружие при этом всем да то есть в оружии эстетика соблюдается и опять-таки я люблю хант шоу даун наверное референс на необычные пушки оттуда можно брать да то есть есть довольно много необычных вещей с оружиями которые мы можем раскрыть и у нашего агента который вначале является представителем вольф роджа который базируется на электричестве например первый пистолет скорее всего будет завязан на электричество потому что это позволяет его выделить сами со всеми остальными биомы на данный момент на нашу полную дымку задумано 3 биома 3 биома и сосредоточимся мы сейчас на одном с намеком на 1 и с намеком на 3 1 биом это туннели поскольку мы базируемся вокруг стим панковской эстетики а стимпанк это что это огромное количество металла руды и так далее и из-за этого в этом мире образовалось огромное количество подземных туннелей потому что ресурсов в этом мире больше а ресурсы в этом мире ведутся немножко иначе некоторые металлы у нас будет вести себя немножко по-другому в основном сплавы да то есть мы будем вводить что некоторые сплавы отличаются по физическим характеристикам от того что у нас есть в реальном мире но с эстетика подземной горнодобывающей отрасли это то что хотелось бы показать в первом биоме да то есть это можно использовать огромные пещеры огромные механизмы механизмы которые добывают эту всю руду из-за того что эти механизмы настолько огромные люди бездумно вычеркивают эти ресурсы это создалось уже зоной отчуждения это зона в которой нет у нас мир который регламентируется синдикатами но синдикаты не могут контролировать подземные туннели это собственно говоря чему наш персонаж может попаться в чужой город в чужую столицу гирфорд но из-за этого мы можем там вводить больше платформинг использовать работать там с ловушками автоматонами какими-то полутонами полутьмой да то есть это то что ждет тебя в андеграунде в андеграунде тебя не ждет ничего хорошего там нет технологии там есть только бездумные машины и этот мир полной опасности и возможно когда-то ты выбираешься в зону где идет горнодобывающая часть вокруг которой мы можем работать и собственно самое главное это наш город по город мы поговорим еще в дальнейшем наш город находится около железнодорожного вокзала потому что весь мир пронизан огромным количеством и в какой-то степени конечно я рифусь на пилтовер но и в большой степени это понят дело лондон но лондон викторианский которым мы опять-таки раскручиваем на максимум в котором у нас немножко другая эстетика по которым и по которым мы поговорим и собственно год это то на чему будем работать потому что вокруг этого мы сможем выстроить больше людей мне кажется будет всем интересно поучаствовать вложиться в этот город и первично мы постараемся создать этот город и следующий биом третий биом который попадает персонаж после того как пробирается в город и делать свою миссию это мы попадаем на завод и надо понимать что заводы в этом мире это для синдикатов и главный завод это не просто завод это их дворец это их крепость это их представительство это показать свою власть а поскольку мы с вами говорим о викторианстве то это значит что это заканчивается с богатыми дизайнами демонстрации мощи то есть это дворец завод и если мы доберемся до этого это будет очень интересно то есть это показать машинерию выкрученной то есть если до этого была эстетика то здесь в этом мощь это показывает силу это показывать того насколько эти синдикаты мощные и практически возводить это в чуть ли не такую технологичную готи куда викторианскую а world building то как мы будем строить этот мир а потому что я надеюсь стало понятно что мы делаем что у нас есть подземелья из подземелья мы выбираемся в город из города мы перебираемся на дворец завод гирфорд гирфорд это столица фракции с которой мы работаем арен клад лиги и это то что как мы сказали мы будем делать он характеризуется у нас кирпичные архитектуры вокруг которому будем все устраивать то есть самый прямой референс из реальной жизни это чикагская школа архитектуры когда современные технологии позволили строить наконец-то высокие дома все еще была кирпичная архитектура были высокие здания и эти города пытаются впечатлить то есть как я говорил ориан кладовская лига она специализируется на или и они не боятся показывать механизмы поэтому например в нашем гирфорде мы не боимся показывать механизмы то есть даже если они опасны и даже если это не имеет смысла то есть огромные турбины и огромные поршни это все можно показывать потому что в этом мире люди гордятся этой технологии и специалисты арен кладовской лиги они специализируются на чугуне на железе и на бронзе и на бронзе и раз латунь да соответственно у нас очень много специалистов в этой области и соответственно мы видим много латуни много блок бронзы это не золото это не золото в нашем мире наверное мы сможем позволить себе из латуни и бронзы делать чуть более сложные механизмы да то есть еще мы считаем что эта технология продвинулась что они умеют работать лучше чем реальной жизни а этот город знаменит своими двухэтажными трамваями то есть есть огромные монорельсы поскольку арен кладовская лига она научилась работать со сталью лучше чем вообще любой другой они с машинерии и со сталью работают лучше чем любой другой город они могут возводить вот эти огромные монорельсы которые никто не знает как они делают и по этим монорельсам ходят двухэтажные тудек поезда и большой вероятностью один из наших прикольных комбатов будет вокруг этого двухэтажного поезда то есть у нас будет огромный поезд в два в два этажа и соответственно персонаж который проходит через эти локации и как я сказал поскольку синдикаты любят показывать свою власть то они не скупятся на деньги город богатый очень много бессмысленно богат архитектуры но для нас для environment артистов это наоборот хорошо мы сможем сделать что-то красиво и интересное а собственно архитектура в архитектуре мы рифаемся на поздний викторианский лондон на чикагскую школу архитектуры в раннем ее этапе не более поздним потому что более позднее это когда мы ушли в большие в большие высокие здания без декора я буду указывать референсы на архитектов кто нас интересует ранние арт-деко ранее потому что потом у нас пошло стрим-лайновская арт-деко который нас не интересует то есть мы хотим паттерны мы хотим узоры мы хотим работу с металлическим каркасом у здания чтобы мы могли делать высокие здания мы не совсем кое хотим уходить полностью в арт-нуго хотя например когда я использовал рефы я много использовал рефы из модернизма и барселоны потому что это очень близкий к тому стилю что хочется то есть это стиль который вы видите например в некоторых моих проектах что лепнина но лепнина сделана из бронза возможно чуть более эстетичная то есть мы крутимся вокруг инвекторианство я использую паттерны из рококо барокко но они слишком тяжелые мы хотим более простые более легкие паттерны сделаны из металла сделаны из чугуна и поверх этого мы наворачиваем где-то 10-15 процентов стимпанка немного трубы механизмы какие-то вещи в основном мы все-таки пытаемся работать с стилем архитектуры который ушел который очень красивый и добавлять в него эту степанковскую составляющую собственно отличие нашего стиля векторианского футуризма от артного то есть если артного берет свое вдохновение в природе выберем свое вдохновение в технологии да то есть если артубу используют референсы на цветы мы можем использовать референсы и отсылки в мотивах в паттернах на какие-то технологические вещи шестеренки металлические балки возможно поезда то есть это можно думать вокруг этому будем работать в артного каждое здание уникально мы не делаем каждое здание уникальным мы позволяем серии использовать мы просто делаем все очень крутым очень таким фактурным интересным но все-таки не каждое наше здание уникальное что одинаково используем больших окон и артного и наш стиль очень любит большие окна мы это используем артного асимметричный очень часто мы же все-таки стараемся сохранять симметрию да то есть мы не позволяем себя симметричных зданий наши издания могут использовать цветочные мотивы но они будут все-таки больше таким пум 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 симметричными и выдерживать много деталей в боях стиле от него очень любят использовать мотивы девушек в стиле мы же не используем мы используемся мотивы технологий шестеренок опять-таки в нашем стиле и в граффити не граффити муалы в муралах на стенах да то есть если мы будем использовать женские какие-то образы потому что но опять-таки они будут пересекаться с машинами да то есть у нас не будет просто эстетика женского лица у нас будет это все-таки всегда пересекаться с машинами высокая эстетика в обоих случаях это стимул это основной принцип нашего мира и от этого мы никуда не уходим напоминаю машинерия эстетика и технология материалы материалы как с которым мы будем работать это кирпич в во всех его вариантах также glist кирпич старая бронза спать и на работа с камнем винтажное дерево не чистое дерево терракота чугун и работа со штукатуркой это все что у нас есть материал это наши основные материалы с которым мы работаем и все наши материалы подразумевает под собой какую-то степень старения износа мы не делаем все чисто мы хотим показать работу материал потому что иначе это будет скотч на мы выкручиваем этим миром и на нет и материал работу с материалами на максимум да то есть мы делаем все геометрии потому что мы можем мы можем использовать это даже стал материалами и мы можем делать работу с материалом потому что это очень интересный стиль где мы можем сделать разное а этот слайд я скорее кстати перенесу потом я бы назвал кирпичи могут говорить и кирпичная эстетика это то что очень важно нам для первого города у нас очень будет много кирпичной архитектуры возможно мы чуть-чуть сделаем все-таки не сто процентов а 80 или 70 процентов то есть можем все-таки вводить какие-то белые здания но кирпичи бывают очень разные и здесь я хотел показать что кирпич это то что можно показать с разным износом с разными паттернами мы можем дать какие-то узоры кирпич очень богатый и мы хотим показать работу с кирпичом на максимум а паттерн паттерн это же что я вынес в арт-дирекшеновский бриф потому что это очень важно да паттерн и должны быть не давайте посмотрим справа они не должны быть стрим лайнерскими да то есть вот видите арт-деко стрим лайнер деко а зачеркнут мы не хотим снизу например паттерны барокко рукоко не слишком это слишком тяжелые мы можем что-то туда идти но мы должны брать наверное процентов 50 от этих паттернов это слишком тяжело и например вот это да то есть чем он неплох он безлогичен то есть это то что это звук колхозный стимпанк то есть это просто шестеренки в этом нет эстетики опять таки это просто накидать шестеренок поэтому мы такого не хотим мы хотим то что слева да то есть это реальная работа с кирпичом реальная работа с паттернами это арт-деко но очень стильно это все еще не тот примитивный арт-деко не хочу называть примитивным в один момент арт-деко ушел от деталям они поэтому стримлайн арт-деко называется а мы этого не хотим да то есть мы хотим если называется это еще иногда искусство ремесел прав когда мы хотим показать человеческую работу да то есть мы хотим чтобы у нас это было мы хотим чтобы наши жилетки тоже были это это все должно быть очень красиво это должно хотеться потрогать купить повесить да то есть это все должно быть очень воодушевляющим у этот мир этот мир визуал этого мира должен воодушевлять то есть наверно это главное что должно быть паттерна свет и наша история возвращаемся до к обсуждению что наш мир он начинается с подземелья с подземелья мы выходим на поверхность и после этого отправляемся на завод речки и собственно подземелья мы рифаемся на тут довольно шаблонненько простите меня зал пил товар то есть у нас есть токсичная токсичный туннель где люди выкапывают он довольно тяжелый зеленый мы выходим в город который встречает нас закатным светом потому что золотой час мы сможем показать очень красиво в нашем городе и показать его очень интересно и потом мы отправляемся на завод и когда мы отправляемся на завод синдиката мы делаем очень грязную очень десатурированную картинку показать что вот мир красивый и вот они этот синдикат что он выкачивает силы из этого мира что это не добра фракция до город воодушевляет но быть на этом заводе быть самым мощным в этом мире это не значит что это постоянно позитив нет это очень должно быть депрессивно очень тяжелый тяжелый вот как мы говорим про лондон до что такой промышленный а и собственно мы все ближе ближе к тому что мы будем делать и поскольку тот арт который я нарисовал мне еще предстоит с ним работать я привел ряд вот этих концептов концептов того как будет выглядеть наша композиция нашего города что у нас есть площадь на площади ходят люди перемещаются какие-то транспорты у нас какие-то интересные девайсы какие-то интересные здания интересные магазины и собственно если вы будете участвовать на в проекте только делая попс вы сможете делать наполнение магазина и например что мне показал понравилось вот в этом что тут есть некоторая многоэтажность то есть у нас тоже будет многоэтажность и все это все эти работы от разных художников близко к тому что мы хотим и делаем и на данный момент я еще не доработал мне еще предстоит много работы с этим артом и его исправлением но я надеюсь вам более-менее понятно куда идет наш мир также привел референс из реальной жизни да то есть у нас есть площадь у нас есть персонаж который попадает на эту площадь у нас есть зона отдыха у нас есть отель куда мы собственно отправляемся в отель железная лошадь где у нас начнется первое приключение нашего персонажа а мы как художники будем работать над локации вокруг этого и создавать историю чтобы этот город было интересно изучать и собственно я приглашаю вас поучаствовать именно в создании вот этого города вот этой локации если вам это интересно также выноски которые я буду сопровождать наших художников по окружению и по концептам по парсам да я пока много работы именно над архитектуры этого города и надеюсь это немножко дает понимание того куда мы хотим да то есть какого плана здание у нас возможно как я сказал нам придется сбавить количество какой-то лепнины или количество кирпича это живой проект мы будем работать но это то что я буду делать в рамках нашего проекта кроме как помогание с организацией так далее я буду сопровождать это именно этим я наверно сделаю на текущий момент в планах сделать еще пару зданий и начать заниматься интерьером собственно железного коня собственно style cheat sheet то есть как легко делать этот стиль показываете богатство показываете паттерны используйте дорогие материалы используйте дерево в этом мире все является элементом от все является произведением искусства и это то что мы будем выдерживать в этом мире используем винтажные дизайны и викторианский стиль а в качестве базы и чуть чуть сверху наворачиваем поверх этого технология и смешивая это вместе мы будем создавать красоту в нашем мире не стесняться показывать механизмы да то есть если в современном мире показывать механизмы плохо в этом мире в этом городе все гордятся машины и все хотят показывать машины и потому что эта технология люди гордятся этим и хотят ее показать и используйте паттерны паттерны сами по себе могут улучшить практически все и возможно в какой-то момент я разработаю некоторую библиотеку паттернов с которым будем работать и паттерны то что всегда сделать почти любой материал лучше потому что жилетка это жилетка жилетка с паттерном сразу добавляет сложности и интересности как присоединиться к проекту все очень просто либо вы присоединяйтесь дискорде либо в телеграме можете написать в комментариях где это выложу вы знаете кто я вы знаете где меня найти в дискорде у нас отдельный канал куда буду добавлять людей формат написан в телеграме я вас буду отправлять скорее всего в дискорд а возможно бы и персонажник возможно вы его дизайнер возможно вы геймдизайнер пишите если я смог вас заинтересовать этим брифом я только счастлив на данный момент нам нужны почти все мне нужно понимать какой у вас опыт что вы умеете делать говорю сразу мы не будем цеплять только новичков то есть это не про это мы хотим а амбиция высокая амбиция у данного проекта высокая мы хотим сделать то что не стыдно показать не стыдно показать в портфолио если вы хотите научиться каким-то продакшен вещам я стараюсь ввести себя именно с точки зрения разработки игры я не обещаю вам что вот мы получим денег и вы получите процента проекта нет я этого не обещаю на данный момент обидца проекта сделать интересное дэва если это потом минимум потом это выкладывать в каком-то виде 100 вы сможете выкладывать эти работы в своем портфолио и вы сможете чему-то научиться как минимум на этих брифах на каких-то вот этих вещах если у нас появится лава дизайнеры персонажники я вас очень жду если вам интересно у нас просто им писи нужно весь город делать огромное количество работы то есть если город мы сделаем то оживить этот город сложнее и я буду рад если вы присоединитесь так что амбиция как минимум чтобы это засветилось как картинка засветила в ангел 100 мы сможем это выложить все наши дизайны я не вижу ни одной проблемы как получить с этого доход мы будем вас с вами обсуждать давайте мы будем это обсуждать когда мы хоть к чему-нибудь придем план такой что скорее всего буду у людей либо выкупать за какую-то цену там тапсы и так далее либо там процент какой-то именно с продаж на стоке потому что это может следить как это делал например декагон не хочу сейчас ничего про эту тему говорить потому что но это слишком далеко а биться не это амбиция сформировать команду сделать демку которую можно положить в портфолио всем если мы сможем потом это развить круто тогда и будем обсуждать детали так что если вы заинтересованы если у вас есть друзья художники с опытом кто заинтересованы пишите мне не так важно сколько времени вы сможете уделять плану что вы могли уделять его регулярно отваливающиеся люди от почти самое плохое что может происходить но не так страшно мне было лучше если будет работать стабильно 10 часов в неделю они там попадать и так далее то есть план план сделать что-то играбельное на патреоне я буду выкладывать там демки и так далее уже есть определенные флоу миссии у меня больше нарратива прописано но я думаю это все уже лишнее и если у вас остались вопросы по миру если у вас остались комментарии пожалуйста пишите в комментариях это первая итерация данного брифа публичная она явно будет еще изменяться улучшаться но если я смог вас зацепить спасибо очень рад присоединяйтесь и с вами был лилуш сергей панин и пока пока